Всем привет дорогие друзья! Сегодня в этом видео я хотел бы обсудить три больших изменения на нашем ютубчике, то есть три нововведения, которые я заметил во время использования данного приложения. Ютубчик, если честно, наверное, мое самое часто посещаемое приложение, в котором я нахожусь каждый день и подолгу. Если вы тоже, ребят, любите засыпать под ютубчик, то поддержите видео лайком, вы не один такой, я тоже. Итак, ребят, приступаем к делу. Заходим в наш ютуб и вот эти три изменения, которые коснулись нашего ютуба, не могу сказать, что они прям замечательные и хорошие, и не могу сказать, что они прям очень уж плохие. Я буду показывать на примере своего канала за 5 минут. Итак, смотрите, когда вы включаете какое-либо видео, возможно, вы замечали, тут реклама, это понятно. И вот некоторые ребята в комментариях задавали такой очень частый вопрос, как вот. Лайк, дизлайк, поделиться, скачать, создать. Что вот это такое создать? Ребят, если вы тоже один из таких, кому интересно узнать, что это за функция такая новая появилась на нашем ютубе, то это видео как раз таки то, что нужно. Я вам подробно расскажу, что это за функция. И наверняка вы знаете, что ютуб по примеру тиктока ввел подобный формат видео, как шортс. Когда листаете ленту видео, то там вкладочки шортс есть, то есть такие короткие видеосюжеты. Я так понимаю, что эту идею ютубчик внедрил в свое приложение по примеру тиктока. Так вот, я как автор, когда загружаю свое видео, в настройках указываю такой пункт, как могут ли другие зрители использовать мое видео в качестве своих шортс, коротких видосиков, чтобы загрузить на свой личный ютуб канал каждый пользователь, каждый тот, кто из вас оставляет комментарии. Я выбираю или да, или нет. Ну, я там ставлю короткое видео, вы посмотрите. И вот, если я поставил да, то вы можете создать. Нажимайте сюда. Опять-таки, видеоряд будет полностью ваш. Но вот аудиоряд, аудиодорожка, вся озвучка будет взята из моего видео. Давайте включим. Вот, то есть, видите, тут есть определенные настройки, потом галочку подтверждаете. Далее. И уже загружаете на свой ютуб до одной минуты данное видео. Потом придумываете ему название, открытый доступ, для детей, не для детей, загружаете и так далее. Короче, получается короткое шортс видео, вы загружаете на свой аккаунт. Теперь вы уже знаете на все 100%, что это за вкладка создать. И теперь давайте обсудим второе изменение на нашем ютубе. Это уже прямо сейчас происходит полное или частичное устранение такой вкладки, как дизлайки. И наверняка вы уже замечали, что количество, а вот именно количество дизлайков, 16-20, частично или полностью, уже скоро будет устранено. Возможно, вы сейчас смотрите мое видео и у вас уже количество дизлайков не можно посмотреть. И, ребят, напишите в комментарии, как вам больше нравится, когда вы видите количество дизлайков или когда все-таки это скрыто. Мне лично нравится, когда видно. И теперь давайте обсудим уже третье изменение, которое повлияло на наш ютуб. Касается рекламы, конечно же, не всех это радует. Я бы даже сказал, вообще никого не радует, кроме, конечно же, самих авторов. Короче говоря, что будет изменено? Уже, когда вы будете просматривать видеоролик, на протяжении длины данного видео будет отсутствовать желтая полоска. Будут отсутствовать желтые пометки рекламы. Наверняка в этот момент помните, что на пятой минуте пометочка желтая, на восьмой минуте там, на двенадцатой минуте желтые пометки. Вы брали вот таким образом, перематывали в конец. Я отдельно даже снимал это видео и проматывали заново. То теперь, сейчас частично или в будущем уже полностью, будут отсутствовать желтые пометки. Будет просто обычное видео и реклама будет сама появляться невзначай. Конечно же, перематать вы ее уже, к сожалению, не сможете. Я сам постоянно, когда смотрю, например, стендапы по часу, по час двадцать, там куча вот этих желтых штрихов. Я их беру в конец, перематываю и смотрю видео полностью без единой рекламы. Очень удобно. Но в будущем, скорее всего, YouTube будет это дело устранять и реклама будет появляться сама по себе неожиданно в каком-то любом моменте данного видео. Ребят, вот такое получилось видео, вот такие три изменения. Напишите в комментариях, о каком изменении вы знали, о каком вы не знали, какое для вас останется неожиданностью или какое для вас вот такое вот класс. Ребят, если видео понравилось, поддержите лайком, оставляйте свои добрые комментарии, подписывайтесь на канал. Всем желаю успехов, удачи и всем пока.